всем привет сегодня буду проверять рецепт как в интернете свиная рулька с пивом вот эта рулька вот это пиво теперь надо как-то эту штуку приготовить ну приступим поехали немножко его помыл в интернете рекомендует прежде вырезать кость ничего не понимаю с какой стороны давай начнем как-то так не вините строго если что дело не так задача вырезать кость не повредив шкуру потому что в нее я так понимаю мы будем заворачивать все это дело процесс я так понимаю достаточно длительный поэтому мы его маленько подужмем потребовалось минут 15 в результате получили вот такую шкурку замечательно совершенно которую мы сейчас что-нибудь еще завернем что так будет пустовато ну и кость кость используем бульончик сварим в качестве наполнителя будем использовать грудинку тоже предварительно ее отделить от кости и и сняв кожи косточки пойдут на тоже на бульончик убьем двух зайцев сразу и закуску делаем и супчик кожа косточки и вот такая грудинка с жировой прослойкой так наверно мы ее располосуем на три полосочки завернем нашу рулечку единственное что она должна быть слегка покороче скажем вот так так это остается на суп в общей сложности на все про все пошло 500 рублей по нынешним ценам рулька обошлась в 200 рублей грудинка в 300 можно было бы наверно конечно не резать но я думаю что лучше она так насытится специями так теперь переходим к этим специям так и чесночок вот тут завалился какой-то сейчас мы его туда тоже определим показывали мне как-то в ютубе быструю чистку чеснока я что-то ею так и не обладил вот так вот быстро я не умею как профессиональные повары так и не научиться так что все медленно я думаю достаточно приправы какие приправы будем использовать приправы все из ошана тут сборная солянка тут немножко у меня осталось такой продукт каждый день для мяса перец красный сладкий для плова для шашлыка ну и черного перчика немножко тоже добавим тоже ошана собираем все маленько надрезал еще жилы значит рекомендуют отбить это дело но я отбивать не буду так как она варится часа в три наверное отбитие это не имеет никакого смысла все подмешал все подмешал все подмешал все подмешал и заворачивался так таким образом дальше нитка для веревок лопчат бумажная ниточкой хбшной я обвязал рукав рукав до запекания поверх веревочки там любую можно обвязать вот так вот конопленной веревочки вывязали и теперь в кастрюльку процесс пошел вот так все выглядит маленько не утонуло значит между дном и рулькой лежат пробки видны чтобы не пригорело не знаю где положил на всякий случай прокипело вот три часа уже сейчас процесс остановим и завтра с утра посмотрим охладиться и что будет цвет приятный по вкусовым качествам сейчас попробуем ну в общем не солено можно было бы увеличить количество соли но продукт получился очень достойный по вкусовым качествам по вкусам по вкусам и по вкусам